Через полмесяца школьники уже будут свободны от учебы. Чем они будут заниматься дальше, учителя должны знать. Этого требует мэр Сочи Анатолий Пахомов. Потому что безопасность и жизнь каждого ребенка – самое ценное, что вообще может быть. Каждый ребенок должен быть под контролем учителя. И сегодня все понятно. Во-первых, через интернет можно связаться. Каждый классный руководитель может написать «Леша, а ты где?». В любом случае дети часто выкладывают свои фотографии в социальные сети. И даже по ним можно определить, где ребенок проводит время. Читает ли он дома книгу, гуляет в парке или пробует себя в роли зацеперов, что крайне опасно. Учителям также напомнили о том, что при планируемых поездках с группами детей необходимо не только заказывать специальный транспорт, но и машину сопровождения ГАИ. А еще для быстрой связи с полицией озвучили мобильный телефон заместителя начальника полиции по охране общественного порядка и общественной безопасности. Во всяком случае, уже сейчас пора заполнять дневники занятости юных сочинцев в летнее время. Для детей лето 2018 года будет отличаться от лета 2016 или 2017. Оно и не может быть одинаковым, потому что каждый год в Сочи проходят различные мероприятия. В этом году, например, чемпионат мира по футболу. Сочинским школьникам предлагают отдых и оздоровление не только в лагерях и санаториях, но и активное участие в спортивных мероприятиях, а также в социальных акциях и проектах. Традиционно с 1 июня будут работать площадки нашего двора. Их будет в это лето 146. Уже проведена их паспортизация. На каждой с ребятами будут заниматься волонтеры, прошедшие обучение в школе вожатых. 44 лагеря труда и отдыха на базе школ примут 980 детей для организации первых трудовых будней. Кроме того, 63 детских школьных лагеря. Организаторов детского отдыха на площадках наших школ, на спортивных площадках и площадках при домах культуры я призываю к творческому подходу. У всех же есть свое что-то интересное. Кто-то в чем-то лидер, кто-то может организовать спорт, а кто-то может организовать викторину, а кто-то придумает игру, что, где, когда и будет этим заниматься. Ну, то есть, возможности здесь колоссальные. Каждое управление, образование, культура, молодежной политики и департамент по физической культуре и спорту подготовили индивидуальную программу активности для сочинской детворы. Уже сейчас многие из них проявляют себя в творчестве. Вот такую футбольную символику к фестивалю болельщиков подготовили ученики 24-й школы. Это в основном все делается из бумаги. Из бумаги, хотя здесь представлены и другие техники. Но в основном такие вот мячи, как они это видят. Это могут быть они и в какой-то вот такой интересной, да, смешной форме. Фантазия уже самих школьников, потому что это все делано руками именно школьников. Другие дети, отметили на совещании, проявили активных к 9 маю. Это ученики 13-й школы. Они объявили в городе акцию «Бери и делай». Привели в порядок братскую могилу 79 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. Такая акция, которая показывает, что каждый сочинец, каждый гражданин может сделать какое-то доброе дело для города. И зачастую для этого не нужны какие-то колоссальные материальные затраты, не нужны, наверное, какие-то нечеловеческие трудозатраты. Но если мы у каждой семьи, у каждого учащегося, у каждого родителя сформируем именно такое отношение к родине, именно такое отношение к городу, то я уверен, что в самое ближайшее время в каждом дворе, на каждой улице, в каждом доме, да и в каждой семье будет у нас полный порядок. Среди новинок создания в дни школьных каникул летней киношколы мы снимаем сочи работа двух профильных лагерей в сельской местности. Акции «День без компьютера», «Для игры всегда есть время», «Читай Сочи», «Нас объединяет футбол». Главный девиз – лето классное, безопасное.